14 апреля за схождением благодатного огня в Иерусалиме, затаив дыхание, будут следить миллионы людей во всем мире. Ведь по преданию, год, когда огонь не сойдет, станет последним перед концом света. Настоятель церкви иконы Божьей Матери, споручница грешных, отец Александр, к этому преданию относится с оптимизмом. В этом году, как никогда, актуален ожидание схождения благодатного дня. Я думаю, связано, в первую очередь, с тем, что считается, что это год, может быть, год последним, что грядет кончина мира по календарю мая и тому подобное. Я думаю, это все ложное пророчество, которое ничего общего с православной традицией не имеет. Есть традиция, конечно же, считается, что если благодатный огонь не сходет, то для мира остается последний год жизни. Но мы с вами, люди православные оптимисты, мы веруем, что Господь свою милость проявит по отношению к нам, продлит нам годы жизни. Верующие тем более не настроены верить в возможность очередного конца света. Никому не верьте, Господь своих чад не оставит. И придет ангел, ангел придет. Вот как Иисус Христос был распятый на кресте, к нему явился ангел и облегчил его смерть, так и людям верующим придет ангел и поможет. И люди должны молиться и верить в Бога. Без Бога мы ничто. Пасха – главный христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Божьей милостью в этом году мы дождались светлого праздника Пасхи Христовой. Служба подготовительная начинается с пятницы, когда выносится плащаница. В течение всей пятницы и также суббота можно прийти в храм Преклониться. Торжественное пасхальное богослужение во всех храмах начнется в 11.30 вечера. Сначала будет служиться полуночица, потом в 12 часов ночи, под торжественный звон колоколов, под пасхальное песнопение, начнется утренняя божественная литургия, по окончании которой будет совершаться традиционное освящение Пасок, куличей и яиц. Празднование Пасхи продолжится 40 дней, в течение которых, как считают христиане, все, кто отмечает Пасху, становятся новыми людьми, лучше и добрее.